Друзья, здравствуйте! Наша переписка, наше общение моё с ведущими садоводами России, в этот раз Олегом Мезиным, друг, что шоферный добойщик. Знаете, я люблю отклоняться от темы, но это не отклонение. Когда-то Кассиус Клей, он же Мохамед Али, боксёр, выдающийся, стал чемпионом мира среди любителей. Сейчас вы поймете аналогию. Пришла пора, перешёл к профессионалу и стал чемпионом мира среди профессионалов. Хотя считалось, куда им любителей, да профи. Вот так и тут. Садоводы любители. Только сейчас закончил очередной фильм «Общение грани таланта» Макарова. Вот, пожалуйста, ещё. Перед вами талант Меденов, Олег Олегович. Сейчас я вам его покажу. Это фонарик, который мне прислал. Вот сюда глядите, сюда глядите. Вот его небритая физиономия. Пади после дальнего рельса не успел побриться. Но тем не менее, для меня фотография мужчины с ребёнком – это значит, что ребёнку очень повезло. Это я так уже говорю и вздыхаю. Не всем везёт иметь таких отцов. Да ещё в райском саду. Итак, садоводный битер Меденов. Общение мы сейчас продолжим с ним. Вначале несколько фотографий. Персик Хасанский. Вот. Вот сейчас спросите меня, Хасанский это или Минусинский? Наверное, Минусинский. Хасанский, Минусинский, Минусинский. Обратите внимание, что такое учёба. До сих пор, вот сейчас страшная трагедия на Украине. Курчавость уничтожает урожай, а то и целые деревья персиков. Речь идёт о сотнях, о тысячах. Чуть-то не по всей Украине. Что страшная беда. Но украинцев никто не отучал. И я не смог отучить. Я не говорю про всех. Наверное, большинство про меня и не слышали. До них нормальные завечи дерева, это считается нормой. Как-то всё стало с головы на ноги, с ног на голову. Вот. Ну и поэтому и обратите внимание на форму кроны, которая у Олега Олеговича. Брянской области, подчёркиваю. Конечно, не северная, не юг. Вот. Хасанский, Хасанский, Хасанский. Ну, это уже фотография абрикоса. Значит, что он сделал, дорогой Олег Олегович? Он попал в наш клуб, как его называл незабвенный царство небесного Латинков Илья Алексеевич. Он называл их вот такие абрикосы 100-граммовики. Поздравляю, Олег Олегович, ты в клубе 100-граммовиков. Ну, а дальше что? Сейчас, наверное, я кое-что пропущу. Вот. И общение было, было, было. А давайте сейчас мы посмотрим вот сюда. Вот. Вот это вот уже апрель. Если сможем открыть, откроем. Ага, со светом праздником. Спасибо за поздравление. Внимание. Внимание. Это фотография. Ладно, посмотрели. Ну, уже понятно, чем занимается Олег Олегович. Вот. О, ролик. Вот такая вот простая схема посадки на дерн. Просто насыпается в холм. Высаживается саженец. И делается обрезка. Тут был выкопан с хорошим комом земли. На южную, юго-восточную бочку. Делается обрезка. Он замазается. Вот мастика и Далматова. Почему я оставляю две пучки? Потому что зачастую они кажутся, что обе ростовые. А по факту одна ростовая, одна плодовая. И плюс камень в огород тем, кто... Ну, зачастую просто приходилось слышать, что, мол, ты используешь семенной подвой, очень долго ждать плодоношения. Вот однолетний саженец, пожалуйста, уже цветы. Итак, мы видим, друзья, очень ценное наблюдение. Очень. Вот, да. Это технология железова. Принято один к одному. Значит, земля прямо насыпается на нетронутый дерн. И это когда-то станет аксиомой, уже даже не постулатом железового, а аксиомой. Нетронутый дерн. Под землей все готово. Посадка саженца. Вот. Ну, естественно, и ком земли, обрезка. Пусть даже с комом земли. А все равно получается и будущая форма кроны достаточно коренастая и не устремляется так уж вверх. Вот, потому что еще будут у меня другие фильмы, и вебинары будут. Я показывать буду. Я именно вот сейчас замечу следующее, друзья. Значит, потом, наверное, повторю уже с фотографиями. Значит, известный садовод Юга России на него ссылается, а он все равно говорит, что деревья должны иметь форму чаши. То есть кроны должны иметь форму чаши. Якобы, иначе они вырастают сильно большими. В этом есть доля сермяжной, правда, есть. Но дело в том, что вот сейчас, когда мезина на наших глазах... Можно я верну чуть-чуть? Вот, на наших глазах где-то его это... Где его, где его? Ну, вот чуть позже. Давайте вот тут посмотрим. Где его секатор? Или чуть раньше? Ага, вот он секатор. Когда он убрал, ну, сколько процентов? 340 кроны. Вот теперь уже не будет то, что... Если каким-то чудом. Вот саженцы на рынке от 2 до 4 метров, вы знаете. Вот корни не могут такое выкормить, это понятно. Практически, да еще с юга. Они практически все умирают. Ну, допустим, жив. Ну, допустим, с горшка. Вот. И вот он прет туда наверх. А вот такая обрезка дает достаточно коренастую крону. И уже потом она как бы не развивалась, но она уже чаше ему ни к чему. Тем более, что я на вебинаре специально про это расскажу. О том, что... Назову примеры. Деревья разные. Форма крона разная. Из разных концов света. Из разных этих самых регионов. И они не могут иметь одинаковую для всех крону. Которые стремятся люди, которые считают себя специалистами. Ну, и, наконец, цены нет вот этому вот самому. Сейчас покажу. Покажу, покажу, покажу. Вот этому вот фильму еще по одной причине. Так, вот обрезал. Так, сейчас увидим мы это. Увидим, увидим, увидим. Вот сейчас увидим. Вот, видите? Внимание. Понятно, это ростовая почка сделала ростовую ветку. А это вот цветочная. А теперь представим себе, что он молодец. Он так же, как я, 2-3 почки применяет. Две это точно. Вот перед нами. Вот. И тут выясняется, что почка и почки розы, у них разная генетика. Разные предназначения. Теперь возьмем, чтобы кто-то взял и одну почку привил. Раз на одном по двое. А вторую почку привил на другом по двое. И что интересно, первый год они расти будут не то, что одинаково. Ну, и будут расти. Потом обе попадут на продажу. Потом человек мне звонит, пишет. И в отчаянии. Вот купил саженец длиной метр. Посадил. А он не умирает и не растет. Даже бывает цветами покрываются. И не растет, и не растет. А что мне делать? А вот советуют и разу пересадить. А вот советуют это самое его искалечить. Ну, там много всего советочков хватает. А причина только одна. Зачем ты в саженцу внедрил почку цветочную? Да, они перестраиваются. Цветочная почка может стать ростовой. Но уже того качества не будет. Вот сравните левую и правую. Вот уже вот эта левая никогда не станет, как правая. Допустим, сейчас отрезать левую. Правую отрезать. Просто взять и отрезать. Вот. Выпрямить эту левую. Пусть себе растет. Много она расти будет? Да вы уже сами догадываетесь. Вот этот момент. Спасибо, Олег Олегович. Мы с вами разобрали. Так. И что-то еще в голове вертится. Сейчас попробую вспомнить. Да. Вот эта вот способность именно у прививок рано плодоносить. А вы правильно говорите. Рано. Вот еще внизу однолетний подвой. Сеянцевый. Да на него еще однолетний пророст привили. Ну, конечно, он с плодового дерева, с взрослого дерева. То есть не с взрослого, с молодого, но плодоносящего. И вдруг засветает. И довольно рано. Все правильно. А почему бы и нет, раз у него эта почка-то взята не с сеянца, которая не почка, а череночек. Вот этот фрагмент. А с дерева, которое было привито, и, возможно, даже уже имело первые плоды. И вот так быстро, а то действительно нас привальщиков не любят. Куда нам столько ждать? Ага, сейчас. А еще есть. А вы крону привайте, а вы скелет привайте, вот тогда быстро получите. Да вот уже у тебя, казалось, на дерево. Ну, не надо никогда спешить. Это мое мнение. Да, и Олега наверняка такой же. Не надо спешить с плодоношением. Как придет пора и заплодоносит. Никаких хитростей. Никаких переводов ростовых веток на плодовые. Вот. Никаких наклонов. Потому что вертикальная ветка, да, с боковые, паси горизонтальные побеги. Наклонишь ее сделать горизонтально, выбросить вертикально. Вот природу не обманешь. Обманывают нас. Почему? Вот так же, как в случае вот в этом вот, много специалистов, которым надо заработать, да, я не стесняюсь, говорю слово серебрянники. Они не для нас это делают. Вот пару минут, наверное, потребовалось Олегу, чтобы взять и посадить вот это дерево. Пару минут, но у меня больше не уходит. Ну, сколько тут, тережки две. Так. Выкопать у специалистов минута уже 3-5 минут, ладно. Вот. Посадил, все готово. Ну, полить осталось. Поначалу, да, поливать неудобно, а лишнего да стекает. Но это первый год. Второй год она будет степать как раз туда, где корни. Потерпеть надо только. Вот. А теперь представим себе. Целый час с диким сладострастием перед камерой два человека копают метровую яму и при этом долго говорят-говорят.